Святый наш Господь! Слава Тебе, Иисус! Давайте помолимся. Господи, благодарны Тебе, Господь! Слава Тебе, Христос! Благодарим Тебя за это удивительное время поклонения, Господи Иисус, где Ты являешь нам эту картину, как мы вошли в Твою святость, Господи, Твоей жертвою и верою в Тебя, Иисус. Слава Тебе, Христос! Молимся. Благослови, помажь сейчас все служение, Иисус. Помажь нас на восприятие, Господь. Слава Тебе! Благослови эту небольшую мысль к основной части, Иисус. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть вас, рады приветствовать вас, рады видеть ваши улыбающиеся и радостные лица. Давайте откроем с вами Евангелие от Луки, двадцатую главу, и прочитаем с вами стих здесь, тридцать седьмой, и затем также откроем книгу Исхода, третью главу. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при Купине, когда назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. И также давайте откроем книгу Исход, третью главу, второй, третий стихи. И явился ему ангел Господень в пламени огня и в среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. И Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Я размышлял над этими мыслями на основе удивительных проповедей утром, в слове посвящения. И в частности было объяснение этой мысли о слове Купине, что это картина горящего тернового куста, который горит и не сгорает. И можно увидеть множество картин о Господе Иисусе Христе через то, что мы прочитали с вами. В частности, терновый куст горит и не сгорает. И у Моисея это вызвало удивление и вызов также, и увлечение. Пойду и посмотрю. И я подумал о том, что эти слова, они истинны на каждый день нашей жизни. Пойду и посмотрю. Они всегда увлекающие и они всегда зовущие нас, потому что Иисус Христос являет себя. Ну, во-первых, как мы с вами пели последнюю песню в поклонении «Святый Господь». Эта картина говорит нам о том, что святый Бог допускает в свое присутствие человека, падшего человека, который согрешил водами. И это, в свою очередь, указывает на другое событие, да, событие Иисуса Христа жертвы. Здесь говорится о терновом кусте. А терновый куст, как вы знаете, был наложен венцом на Иисуса Христа. С одной стороны, мы с вами видим присутствие и святость Бога, когда Он допускает человека, Моисея, и общается с Ним. С другой стороны, есть природа человека, которая, я подумал, колючая, как терновый куст. И посмотрите на эту благодать, как Бог все предусмотрел, включил все это в свой план. Эту природу человека, которая положила потом венцом на голову Иисуса Христа этот терновый куст. И поэтому совершилась эта удивительная благодать для человека, что теперь человек, по вере, вхож в присутствие Бога. Мы с вами видим это удивительное сияние, которое привлекло нас. Где мы можем увидеть еще этот горящий куст, который горит, но не сгорает, и который увлек нас. Когда мы однажды сказали, когда люди позвали нас, или мы что-то услышали, и мы сказали, пойду и посмотрю, что там куст горит и не сгорает. Это, безусловно, собрание святых, где присутствует святый Господь, где есть поклонение, и есть удивительное отношение, не человеческое, не колючее. Хотя человек, он по-прежнему ходит в этой природе, мы видим с вами удивительную работу преображения Иисуса Христа. Где мы видим этот горящий куст, горение Иисуса Христа в человеке, в кусте в этом черновом. Но это удивительное преображение. И это еще одна картина, что куст горит и не сгорает в церкви Иисуса Христа, где в присутствии святых. Где есть святое присутствие Иисуса Христа в собрании святых. Когда видно это удивительное горение не сгорающего куста. Мы с вами знаем, что мы все рождены свыше. И у нас есть Дух Святой. И это горение горящего куста, который не сгорает. Это есть Дух Святой в каждом верующем, который родился свыше. Как здорово. Он уже не перестанет гореть. Это его удивительное обетование, которое исполняется. Это жизнь, которая всегда пребывает верующим уже в этой жизни. А с другой стороны, мы с вами уже воскресли. Так здорово освещалась эта жизнь, воскресение, которое у нас есть. Благодать воскрешенной жизни. С одной стороны, мы с вами уже воскресли и посажены на небесах. С другой стороны, мы видим, у нас есть благодать. Видеть это горящий куст, который горит, но не сгорает Духом Святым в собрании. Это обетование, которое исполняется. И когда оно горит и не сгорает. Вернее, когда мы видим, что горящий куст горит и не сгорает. Это еще одна верность Иисуса Христа в Духе Святом, когда освещается Слово Божье. Когда Дух Святой в своем освещении освещает нам эти истины, и мы видим с вами эти горения. Это наша жизнь на каждый день. Когда мы говорим, пойду я и посмотрю, как этот куст горит. Пойду я и посмотрю все эти удивительные писания в собрании святых. Все эти удивительные назидания и благословения. Помните, как ученики, шедшие в Имаус, они шли с Иисусом Христом и наслаждались назиданием, которое было от Иисуса Христа. И что они еще раз говорили? Не горело ли в нас сердце? Это верность Духа Святого, который освещает нам Писание. Это словно горящий куст, который горит и не сгорает. Когда мы видим это откровение? Когда мы с вами восприимчивы к этим удивительным писаниям и назиданию Слова Божьего. Мы видим с вами эти удивительные откровения горящего куста, тернового куста. С одной стороны, мы ходим с вами в физическом теле, а с другой стороны, у нас есть благодать видеть небесное. Видеть эти горящие кусты индивидуально. Видеть этот общий горящий куст, как тело Христово. И ходить, как говорилось так же утром во всех... Ходить по воде. Пойду я и посмотрю, как Иисус Христос ходит по воде. И Иисус Христос приглашает нас, вернее, как, помните, Петр. Вели мне ходить по воде. Пойду я и посмотрю. Раз я вижу этот горящий куст, я вижу Иисуса Христа, ходящего по воде. И все это удивительное его горение. И мы с вами видим, как он совершает это спасение в людях. Так он совершает спасение сегодня и во время церкви, когда люди видят необычное. Люди видят горящий куст, который горит и не сгорает. Какое здесь есть приложение? Люди видят любовь Агапы в теле Христова. Люди видели в этой жизни, в своей жизни, если они, допустим, прожили уже много лет, они, возможно, ну я подумал о таком примере, клялись в дружбе своим лучшим друзьям. Но потом дружба распадается через 20-30 лет. И что-то происходит, отношения меняются. А здесь, благодаря любви Агапы, отношения не меняются. Потому что горящий куст горит, но не сгорает. Это явление любви Агапы, в котором пребывают все святые. Потому что в каждом святом этот горящий куст горит, но не сгорает. Это огонь Иисуса Христа в теле Христова. Аминь. Благослови вас Господь.